Лучшее в стране Здравствуйте, друзья! 14 часов 4 минуты в Москве. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Их я же вам обещал, я не мог вас подвести. Интерс Бусулис. Певец, музыкант, композитор в эфирной студии Страны ФМ и скромный человек. Мы очень рады тебя видеть. Здравствуй. Взаимные лайки, как говорят. Лайки мы, конечно, размещаем в Инстаграме всю информацию. Я уже свою работу сделал. Фейсбуки поставил, везде поставил. Инстасторис поставил. Страна ФМ. Спасибо. Молодец. Как полагается в наши времена. Добрый день, Страна ФМ. Что касается времен. Времена идут. Зима заканчивается. Скоро у нас будет весна. Ой, да. Ждем с нетерпением. Весной расцветают не только подснежники, но и любители лирики. Потому что вот как раз у нас будут концерты, на которых сейчас мы поговорим вместе с Индерсом. И рассказывай, хвастайся. Зазывай. Да. А, добрый день еще раз. Давай. Да, для всех влюбленных, для всех красавиц, женщин, девушек, бабушек всего мира. И я хотел сказать еще вот девушек Москвы и Санкт-Петербурга. Абонементный оркестр и Индерс Бусулес. То есть я, мы приглашаем вас на весенние концерты в Эгас Сити Холли 6 марта. И, конечно, тоже в Санкт-Петербурге в легендарном большом концертном зале «Октябрьский». Это уже будет 8-го числа. Это будет 8-го. Но к праздникам надо подготовиться. Конечно, конечно. И можно это уже начинать делать с 6-го числа. Раньше, как говорится, будешь начинать праздновать. Раньше вот справишься с этими праздниками. Больше праздника будет. Да, да, да. Значит, что касается оркестра. Расскажи, что за оркестр, насколько он большой и как часто вы играете совместно. Мы уже играем вместе. Ну, цифры мне вообще вот в последнее время как-то вообще не нравятся. И я смотрю на свой возраст и все остальное. И на своих детей и так далее. И на их возраст. Но вообще-то вот на группу еще можно еще. Все еще вот это... Как это сказать? Ну... Ну, что ты имеешь в виду? 10 лет это не так уж много. Не много 10 лет, да. Да, но так что мы 10-11 лет уже играем вместе с абонементным оркестром. Все корифеи... Не только, я хочу сказать, латвийские эстрады, но и, можно сказать, и российские эстрады, потому что мы и здесь играем. На ура! И просто так концерты, и всякие мероприятия. И... И тоже представляем как своих артистов, так что не стыжусь вообще ни одного моего коллеги. И супер! Играем вместе. Конечно, привезем, может быть, и баночку шпроток, может быть. Спасибо. И прибалтийского ветра, вот, может быть, мешках привезем. Хорошо. Ну, это, конечно, шутка, но очень хорошей музыки. Мы будем играть и музыку Раймонда Паулса, и нашей музыки, и будет еще новые произведения, которые мы тоже рискнем, но все-таки сыграем. То есть, смотри, получается, новое и лучшее, да, это будет на концертах? Так, можно сказать, сборник. Что касается Раймонда Паулса, мы неоднократно видели у тебя в Инстаграме фотографии с ним. Как поживает маэстро? Расскажи, ну, все-таки как-то ты, наверное, в курсе. Я, да, я, да. Я, да, я, я, да. Давай, я, я, рассказывай. Кстати, вчера был звонок. Я вижу. Я могу даже показать. Мы тебе верим, ну и что ты? И вот звонит маэстро. Я так, о, понимаем, маэстро, добрый день. Ну, ты стоя, конечно, разговариваешь с Паулсом. Вы что, ну как же? А, а вот на трубочке вот... Нет, нет, это не маэстро, это Лана вам звонит. Мне надо завтра книжку взять в центр Москвы. Просто не знаю, как они узнали. Ну, наверное, тоже сидят в Инстаграме. Ну, а, слушай, а почему нет? Конечно. Ставят лайки к тебе, да. И просто вот такое сотрудничество тоже. Но огурцы все из огорода, которые мы подготовили для маэстро, мы всегда вот идем по плану. И маэстро сам, если, ну, осенью нету вот какой-то банки, не хватает, и он чувствует, что я не привез, он звонит сразу и говорит, Интерст, ты не привез, вот огурцы. То есть ты немножко в снабжении работаешь у Пауса? Да, 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 да. Ну, я должен просто, ну, ну, я не знаю, больше такого человека, с него можно брать пример, любой человек. И радиоджи-джей, и певец, и, ну, просто люди, которые чувствуют и любят музыку. Да, и они любят людей. Это, по-моему, самое-самое главное. Как люди, они очень приятные. Люди, на этой ноте мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся, оставитесь в компании Страна ФМ. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Только что вы заметили, как Интерс Бусулис пьет воду. Почему он это делает? Да потому что скоро у нас здесь, в эфирной студии, вот у этого светящегося микрофона будет вокальное исполнение песни «Нева». Попробуем. Да, расскажи. Символическая даже, я бы сказал, композиция. Да, вот расскажи. Композитором является и слова, и музыки. Автором песни, да. Автором песни Елена Ваенга. Не только моя, но я и полагаю, ваша. Безусловно. Дорогие слушатели, Расскажи, как вы с Леной познакомились, да, с подругой. О, это такой, можно сказать, длинный рассказ, но вкратце я могу рассказать. У нас есть знакомые в Санкт-Петербурге, с которыми я познакомился в Риге, в латвийском радио. Они пришли встречаться с Раймоном Паулсом. И была репетиция радио Биг Бенда. И Паулс там сидел в рояле, и я пел. На минуточку, у тебя аккомпаниатор-то. Не, 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 ну, весь ансамбль, весь Биг Бенд играл. И я просто там пел, а они сидели, знакомые, тогда я их не знал, сидели и слушали, как вот мы репетируем. После репетиции должны были поговорить с Раймоном Паулсом. и после репетиции они поговорили, но сказали, Интерс, можно вот с вами вот тоже вот чуть-чуть вот пару словечков вот поговорить. И как-то познакомились, и вот как-то закрутилось все, и оказалось, что они знают Елену Ваенгу. Елена Ваенга не знает меня, я почти не знаю Елену Ваенгу. Наш друг знакомил Ютуб-видео ее вот мне, а ей показали видео, где я. И я так, ну да, концерт в Кремле, там и там, официальные концерты на телевизоре. Это, ну конечно, славно, красиво. Я так, ну да. И Елена тоже смотрела эти видео, они, ну да, сказала, все, пусть приезжают в Краснодар, и там и встретимся. Ну конечно, а где еще артисты из Латвии и Петербурга встречаться? Конечно, в Краснодаре. Да, я одел самые стильные, самые стильные, красные, кстати, у меня есть фотокарточка даже от этой встречи, красные, стильные джинсы, пиджак. дорогие музыканты, если хотите покорить Ваенгу, красные джинсы, пиджак и все, и песня у вас будет в репертуаре от самой Елены Ваенги. И она не хотела встречаться, встречаться просто так и о чем-то говорить. Она хотела со мной встречаться после концерта. И ближайший концерт был в Краснодаре. И мы с моим знакомым, я хочу, я не боюсь даже этого слова, другом, мы уже дружим, по-моему, пять-шесть лет. Вот с тобой времени, как мы с Леной познакомились. И мы просто я был в шоке. Я никогда не видел ее концерта. В общем, ты был впечатлен, потом у вас появились какие-то разговоры и песни. Давай, сейчас послушаем, посмотрим в эфире Странный ФМ. Вы знаете, лучше я спою, может быть. Давай, давай. Есть подготовленный чуть-чуть материал. Как оно будет? Так будет. Живой звук? Живой звук, конечно. Господи, это же то, что мы любим. 14-17. И потом можем еще вернуться к этому вопросу, конечно. Но спасибо, Лена, за дружбу. Много-много хороших, как говорится, моментов совместных. Моментов совместных было, которые вообще помогли мне развиваться. Я думаю, вы друг друга обогатили, конечно, в творчестве. Я надеюсь, что это так. Да, я уверен. А творчески меня точно. Точно. Все, давай, не вух, поем. Точно, я хотел сказать, слушаем. Сейчас давай будем слушать. Да. О, да. О, да. Дамы и господа, не боюсь этого слова, новый гимн Санкт-Петербурга. Нева. Словая музыка. Наша нами любимая Елена Вайн и друзья Танцует Страна FM Танцует Рома, 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 ты и все страна. Остановиться бы, ведь много не надо. Воды напиться бы, мне это так надо. Старая музыка, все будет непросто. Но ты теперь поняла, ты стала взрослой. Небо, 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 унесло в воду и принесло слезами. И не важно, что будет с нами. Небо, 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 перевернутое небо. Да ты не обиделась, я просто не понял. Мое старое видео, я висит, как на ладони. Старая музыка, все будет непросто. Но ты теперь поняла, ты стала взрослой. Небо, 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 унесло в воду и принесло слезами. И не важно, что будет с нами. Небо, 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 перевернутое небо. Небо, 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 перевернутое небо. Небо, 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 небо. Небо, небо, невероятно. Москва, Питер, Москва. Небо, небо, небо. Здравствуй, Москва, страна ФМ, холодная вода. И, конечно, здравствуй, Питер. Она сказала да. Здравствуй, Питер. Я не смогу теперь без тебя для тебя спить. Ой, здравствуй, Рома. Холодная вода. И, здравствуй, Леночка. Она сказала да. Здравствуй, Питер. Я не смогу теперь без тебя для тебя спить. Без тебя для тебя спить. Без тебя для тебя. Небо, небо, небо. О, да. Небо, небо, небо. Небо, 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 небо. Да вода дождь дождь. Небо, небо, небо. О, да. И пошло, пошло, пошло. Дорогие друзья. С весной, которая приближается Большими шагами. Все скоро, скоро до встречи. Но мы никуда ни струма не уходим. О, 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 о. Здравствуй, Питер, Москва. И весна ягоди. Интерс Бусулис в эфире телерадио канала Страна ФМ. Дорогие друзья, ну а 6 марта 8 вечера в Вега-Сити Холле состоится большущий сольный концерт Интерса. Весенний концерт, да, серия весенних концертов. Да, конечно. 8 марта 7 вечера. Санкт-Петербург, БКЗ Октябрьский. Добро пожаловать. И тогда весна по-настоящему для вас наступит. Прекрасно. Большое тебе спасибо. Расскажи, что сейчас у тебя, кроме концертных дел, какие еще творческие замыслы твои на этот год? Ой, этот год будет очень насыщенным. Так. Да, очень творческий. Заинтриговал. Очень много идей. Кстати, не только в России у нас будут концерты, но у нас будет и, кстати, 4 концерта в Латвии. Так что милости просим. Это недалеко. Сейчас вообще сел в самолет или сел, вот, кто кому нравится. Ну, добраться недолго, конечно. Поезд. Только там сколько часов, не знаю, сколько ехать. Ну, ночь. Это точно. Надо проводить поезд. Ну, многие любят ехать и сидеть в ресторане, и просто отдыхать. Так что есть идеи, идеи уже на 19-й год, над которыми мы уже работаем. Конечно, будет новый альбом на русском языке. Это когда? Ну-ка, сразу давай. Ну, уже совсем скоро. То есть в этом году еще, да? В этом году, да. Так что ждем. Ждем. Как говорится, можно сказать, что почти все уже сделано, все уже готово. Песни написаны, песни записаны. Песни написаны, песни записаны уже. Молодец. До конца года ждем новую пластинку «Интерс». Ждем, ждем, ждем. Да, я думаю, даже не до конца года надо будет ждать. Но я думаю, скоро. До лета. Если можно выразиться, да. До лета это сто процентов. Друзья, мы вернемся раньше лета. Оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». «Интерс Бусулис» в гостях у нас. Добрый вечер еще раз. Добрый день, то есть. Добрый день, да. Можешь сказать, что добрый вечер, потому что я в самолет сел 2.25 утром. И не знаю, почему так рано получилось. Не бережешь ты себя «Интерс». Нет, я добрал своих 6 часов в такси. Очень уютно. Есть пробки, есть сон. Нету пробок, сна нету. Так что очень хорошо. Что-то сочиняешь, музыку, стихи, например, во сне. В этот раз не получилось. Просто, если можно так вырезать, я тупо спал. Понятно. Тоже это необходимо. Вообще, это самое главное для меня. Кроме твоих песен, необходимы еще твои клипы. Что с клипами на этот год рассказывай? Потому что «Страна.ФМ» все-таки это телерадиоканал. Есть, конечно, песни, под которые очень хотелось бы или над, или под, сделать видео. Есть, конечно, какие-то идеи. Все мы, надеюсь, в этот год сделаем. А сколько песен-то хотя бы шли идеи? Ну, хотелось бы две. То есть два клипа? Хотелось бы два клипа в этом году. Так, так. Это было бы шикарно. Так что, как будет, ну, это нам... Какие песни можешь сказать, рассказать? Нет, не могу. Все хорошо. Мы ждем, мы ждем. Да, да, да. Я вот про этот дуэт я тоже, ну, не могу пока, потому что пока не нашли вот материал. Но тоже будут дуэты. Дорогие друзья, какой дуэт имеет в виду Интерс? Мы за эфиром, пока Полина Гагарина пела, мы поговорили, он сказал, что будет дуэт с девушкой. Но какой дуэт, когда будет, пока не скажу. В общем, мы что делаем? Мы следим за его Инстаграмом, там же будут подробности. Да, 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 конечно, там все время. Интерс офишл, Интерс бусулыз, дай бусул мюзик. Вот эти три профиля, если смотреть, тогда можно разобрать в целом, что происходит. Потому что Интерс бусулыз, я там себя больше, как я там в пруду прыгаю. Как ты там ныряешь, закаляешься. Да, 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 да. А вот Интерс офишл, там все официально. Все о работе, конечно. Все как надо, да. Где я, как я, как у меня в творческой жизни и так далее, и так далее. А Дэпсу Мюзик, это латвийские представители тоже, что у нас в Латвии происходит, то что. Или и в Фейсбуке, господи, это же тоже платформа. Это в это время. В ВКонтакте, вот тоже, ну, может. А какая у тебя любимая сеть вот самого сейчас, вот что? Мне вообще Инстаграм нравится, больше всего. А есть, конечно, и Твиттер, но очень мало пользуюсь этим, только чтобы дать о себе знать. Не смотрю там, кто что пишет, потому что это слишком быстро для меня. Я же оттуда. Ну, слушай, ты, все хорошо у тебя со скоростью, давай не наговаривай. Я тебя рисую, так называется, песни и клип, которые сейчас появятся в эфире Страны ФМ. Несколько слов вот об этой работе, о клипе, что скажешь. Если говорить о клипе, тогда клип, по-моему, очень классный получился. Ты доволен, да? Очень-очень-очень. Бывает, что копаются там, вот мы бы там что-то еще. Нет, ну он такой романтический. Ну, какая песня, такой и клип получился. Но если говорить про песню и про аранжировку этой песни к этому клипу, тогда это очень-таки довольно длинная, опять все-таки, история. Если хотите, если эфира хватает, я могу рассказать, но это очень интересная история. Ну, это счастливая история. Да, по сей день, по сей день это... Ну, давай тезисно, тезисно. Давай, давай. «Новая волна» 2006, год после моей вот этой победы на «Новой волне». Кстати, вместе с Полиной Гагариной мы в 2005 году стартовали на этой волне. И на следующий год весь мир праздновал день рождения нашего маэстера Рамонда Пауза. Конечно, конечно. Семидесятилетие. Да. И это концерт исполнителей, ну, звезды, российские эстрады и исполнителей «Новой волны», которые были, и, ну, победители и так далее, тоже должны были петь песню. Гала концерт победитель. Там я говорил с режиссором, с Ревзиным, сказал, будет там сифрический оркестр, будет все подыгрывать и так далее, и так далее. И я спал на море. Волна уже идет, репетиции, все, ну, все ребята работают. Где Интерс? А он спит на море, да? Я сплю на море. И мне звонит ассистентка Ревзина и говорит, Интерс, ну, все. Ты проспал. Нет, режиссер ждет фонограмму этой песни. А Пауз перед этим дал ноты, чтобы я подготовился, вот, я тебе рисую. Интернета тогда, вот, пользовались очень мало. Ютубом вообще не было вот такого еще. Посмотрел ноты, я тебе рисую. А, медляк. О, круто. А он же... И лежу на море. Потому что ноты я уже отдал чуваку. Он уже написал, вот, какие-то, вот, гармонии. И все, мы будем на этом концерте, упался, играть вживую. Все вместе, вот, будем договариваться, вот, день перед, вот, репетицию. Все сыграем. Все будет отлично. Оказалось, все надо, надо, это телевизионная запись. И надо петь, вот, ну, как на телевизионной записи. Ну, да, конечно. И им надо было, вот, песню целиком полностью записанную. Готовый мастер дать, как говорят специалисты. Они звонят, я лежу на море. Они говорят, ну, ждем. Через три часа. А, одиннадцать часов уже. Я звоню своему другу, у кого ноты. У него по дороге, кстати, повезло. По дороге в Юрмале студия. Мы, я пока ехал, пока ехал от, от моря к нему. А, детей отправил женой домой. В Талси. В Талси. И я поехал, вот, в эту тему, на дачу, кстати, на студию. Маленькая, вот, одна четверть этой комнаты. Это была его дача. Ну, домики, как в Юрмале, эти маленькие, да. И, и просто, пока я ехал, пока я ехал, он сыграл, сделал аранжировку. И у меня был такой голос, ну, с моря вообще, ну, как с моря, ну. Ну, не распетый был, да. Не распетый, вообще, фонтанный сквер. И эту песню я запел. Это все заняло примерно три часа. Ну, как расколькой надо было. Да, да. И, блин, я смотрел на ноты и спел эту песню. И, ну, опять звонок, рейвзин ждет. Я иду с этим, с этой флешкой. Иду, сейчас будет хана, наверное. Ну, потому что это было так быстро, так быстро. Вот, закругляемся, да-да, все-все-все, все, закругляемся. И я даю этот, этот флешку, этот сюда. А там очень много людей слушают. Вот я понимаю, волнение у тебя было. Я думал, ну, все, сейчас наругают, все будет. Такая фигня. Я же знаю, ну, сколько это просило времени. Только три часа вообще, потому что времени у нас не было. Я сижу, все слушают, все прослушали песню. А рейвзин говорит, вот так надо работать. Вот такую аранжировку надо делать. Вот так песня надо звучить. И молодые исполнители, если вы думаете, что настало время какого-то прорыва в вашей жизни, езжайте на море, ложитесь спать на берегу. И по сей день эта запись 2006 года... Вот это как раз та версия, да? Да, эта версия. Ну, это не та, это уже аранжировка превратилась в что-то такое нормальное. Но популярной стала та как раз версия, да? Да, и по сей день я эту песню пою с 2006 года каждую неделю. И за это тебе большущее спасибо. Дорогие друзья, ну а скоро 6 марта он выступит в Москве, 8 марта в Санкт-Петербурге. Вся информация в интернете, билеты приобретайте, приходите на концерт, «Делайте своим любимым женщинам настоящие весенние подарки». Значит, что касается подарков, которые преподнесла тебе судьба, у тебя трое детей, расскажи, вот как они поживают, когда папа то в Москве, то в Петербурге концерты дает, что у них... А, кстати, в прошлом году мы все были вместе в питерском концерте, опять в легендарном Баказар-Тямске. То есть ты эксплуатируешь детский труд? Нет, я не эксплуатирую. Они приехали просто на концерт. Просто посидеть. Да, 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 визы все сделали, все, чтобы они видели, как оно вот в России, они вот это первый раз были в России. Первый раз? На наши концерты, да. Ну, в Латвии они были очень много, и я думал, что, ну, хватит. А что касается концертов в Латвии и в России, они чем-то отличаются, как вот... Я хочу сказать, как ты сказал, да. Еще раз попробуй. Я хочу сказать, что нет, не знаю, но ответственность та же самая. Может, вот в России быстрее все начинается там. Ты имеешь в виду, народ раскачивается. Да, ты... Первая композиция, уже все... И девчонки с цветами уже, песня еще не закончилась. Ну, почти, да, да, можно сказать. Но мы там, ну, на севере, как это сказать? Кстати, мы уже прибавили какие-то северные страны, вы знаете, уже. Да, да, ну, хорошо, на севере. С прошлого года. У нас на севере? Ну, как на севере? Так. Да. Не так уж быстро, но... Сдержано, да? Сдержано, но это занимает, может быть, три минуты больше, чем здесь, можно сказать. Но в основном вот то же самое. То же самое вот люди реагируют, можно сказать, на те же самые шутки. Реагируют в те же самые места в песне. И это вообще так круто. Мы, может быть, можно сказать, что мы очень похожи, но другие все-таки. Как это сказать? Я сейчас не знаю, но по-другому. Я ощущаю себя вот на российской стене и на латвийской стене. На латвийской стене нельзя там... Можно шутить про все. Ну, там, про политику, про все-все-все-все-все. А здесь, из уважения к нашему соседу, к России, я все-таки гость. И я вот... Я думаю, что у меня нельзя вот говорить какие-то местные шутки о каких-то местных событиях. О которых все смеются, да, или что-то такое. Самое главное, что ты музыкант. От тебя ждут больше всего песен. Ну, хочется поговорить тоже с людьми. И мне это нравится. Но мы просто в России, можно сказать, начинаем смеяться над самим собой. Хорошо. В следующей песне «Будем ли мы смеяться над самим собой» у нас, дорогие друзья, еще один вокальный номер. Давайте сейчас будем готовиться. Итак, наушники. Я даже не знаю, что будет. Ну, а давайте посмотрим, что сейчас будет, какая песня. А, начнем сначала. Это называется... А, это, кстати, классная песня из... Напрасно. А как? Напрасно. Напрасно? Напрасно. Давайте послушаем минусовочку, и тогда уже все станет местом. Ну, давайте. Твоя ли эта песня или нет? А! Это песня моего земляка, Том Сюхневича, кстати, из моего города. Тараси, привет! Столько лет... И слова и музыка его, кстати. Столько лет я с тобой, но не рядом, как другой. Столько слов мы с тобой знаем о любви другой. Но не знаешь ты, о чем я плачу. Ты ангел мой, мы можем стать, можем только лгать. Столько лет я страдал, но не делал и молчал. Столько слов ты сама послушала. Но не знаем мы, что будет с нами. Я ангел твой, можем стать, можем только лгать. Мы все вместе. Я сам злой, ты веришь? Пусть будет так со мною. Скучаю напрасно. Я письмой, ты плачешь. Не можешь стать забою. Скучаешь напрасно. Скучаем напрасно. Я сам злой, ты веришь? Пусть будет так со мною. Страна ФМ, роман и интенс. Скучаешь напрасно. Да надо страна ФМ. Я весь твой. Пусть будет так. Мы можем стать с собой. Скучаю напрасно. Скучаю напрасно. Скучаю напрасно. Скучаю напрасно. Красота-то какая. Интерсбоссались, друзья. В гостях у теле-радиоканала Страна ФМ. Не скучайте, потому что артист очень скоро будет выступать и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Вот что Анна Александровна пишет. Добрый день. Бывает ли момент, когда вас покидает вдохновение? Теряйте веру в себя. Ну-ка, рассказывай. Ну, вы знаете, нет. Нет времени думать о том, что что-то будет теряться, или вдохновение не будет и так далее. Вдохновение всегда рядом, наверное. Вообще-то да. Вдохновение можно получить от природы, от всего, что нас окружают. От людей, от, не знаю, от бани. Так, хорошо. От вообще, от всего-всего. Но самое главное, вот если человек улыбается, тогда я тоже вот с удовольствием улыбаюсь. А ты, кстати, как отдыхаешь-то? Потому что работа артиста, это все-таки тратится на сцене, в студии, постоянные переезды, перелеты. Да, да. И вот необходимо как-то наполняться. У тебя что для этого, кроме бани? Вообще-то пока я хочу думать, что это только баня, если так. И по воскресеньям я всегда, вот, ну, не знаю, всякими способами хочу, вот, воскресенье будет на базе, как можно сказать, и вот впрыгнуть этот пруд. И все, это мне сейчас, вот, я начинаю... Это закаливание у тебя? Да, это начинаю уже вот с октября, вот, каждого воскресенья я это делаю сейчас, вот, топором этот лед, там, этот бен. Это практически ледяной кроссфит у тебя. И, кстати, кроссфит, я кроссфитом тоже занимаюсь. Ну, штангу мы видели твою в Инстаграме, да. А, что вы только не видели, а? Слушай, Интерс. Кстати, да, и вот такие вещи, вот, сейчас я начал, вот, кушать как-то более-менее нормально, от сладостей чуть-чуть отказался. Молодец, молодец. И вот какие-то вот такие вещи, начал думать о себе. Молодец. Очень приятно, что ты думаешь о себе. И семья, и семья, вот, мне тоже, вот, вдохновляет, конечно. Моя жена, мои дети, собака, кошка, конечно, мои родители, родители моей жены, наши родня, мы очень-очень много людей в нашей семье, около 42, если быть точнее. Отлично, слушай, отлично. Так что... Близкие люди, дорогие друзья. Близкие люди, да. Они помогают, конечно. Значит... Ну, там, ну, там нету ни двоюродных сестер, ни там вот... Ну, прямые вот родственники. Отлично. Потому что мы из многодетной семьи, и каждый, каждый ребенок, вот, дитя нашей мамы и папы, каждый тоже, вот, является многодетным семьями. Молодцы, молодцы. Так что работаем, работаем, друзья. Друзья, как это? Демография нашей планеты, ну, надо вот это самое держать в высоком, поднимать. Ну, это же как же мы будем, вот, если не будем думать про будущее, ну, тогда... Кто же будет думать? Кто же будет думать? Как поднимает знамя хорошей музыки Интерс Босселис, смотрите и слушайте на его концертах. До встречи. Интерс Босселис на Стране ФМ. Спасибо, Страна ФМ. До свидания. Пока. До встречи. Чао. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ.